Всем привет! В сегодняшнем выпуске мы постараемся рассмотреть громадный пласт стволовые клетки. Ведь с помощью этой штуки человечество как никогда близко подобралось к двум совершенно фантастическим вещам. Во-первых, регенерация органов или конечностей. А во-вторых, стволовые клетки могут в перспективе дать гораздо больше. И сегодня в научном мире уже не считается сумасшествием говорить об омоложении и неограниченно длительном биологическом нестарении. Итак, тема выпуска – индуцированные стволовые клетки. Третий шаг человечества к биологическому бессмертию. Первые два мы с вами уже рассматривали. Это теломераза и генетическая инженерия. Для тех, кто забыл, что это такое, ссылки в описании. Как обычно, начнем выпуск с самых основ. Но на этот раз нам придется заглянуть не просто далеко, а на самом деле далеко и глубоко в то время, когда никто из нас даже еще не родился, а именно в момент вашего зачатия. Если вас не принес аист или не произошло непорочное зачатие, то наиболее вероятно ваш организм образовался из одной единственной клетки. Итак, вы зареспаунились в утробе матери. С этого, собственно, и начался ваш квест. Ваше тело сейчас представляет единственную клетку. Яйцеклетка ваша мамы превратилась в зиготу, то есть оплодотворилась. Теперь у вас есть возможность делиться. Чуть меньше, чем через 30 часов клетка поделится пополам. Теперь из зиготы вы превратились в два бластомера. Потом в 4, 8, 16, ну и так далее. Уже на этом моменте начинаются невероятно интересные вещи. Бластомеры человека, как и других млекопитающих, взаимозаменяемы. То есть, если на ранней стадии развития с одним бластомером что-то случилось или он не успел поделиться, то ничего страшного, ему на замену придет другой и весь процесс не пострадает. Еще более странные вещи это то, что если часть бластомеров у зародыша забрать, то он все равно сформируется совершенно нормально. То есть человеческое тело словно собирается из того, что есть в текущий момент в данной области. И нет строгого алгоритма его сборки, просто есть общие инструкции и рекомендации. А теперь я вам расскажу штуку, которая реально вызывает мурашки. Представьте, что у нас есть один зародыш из двух бластомер и второй такой же. И мы один из бластомеров меняем местами. Знаете, что произойдет? Да ровным счетом ничего. Организм продолжит формироваться словно ни в чем не бывало. Но теперь это существо будет иметь не один набор генов, а сразу два. И такое существо называется химера. И встречаются они чаще, чем вы думаете. Среди людей химеры тоже существуют. Например, две оплодотворенные яйцеклетки слились в начале своего развития в одну. Первые клетки образовали голову, мышцы и кожу, а второй набор превратился во внутренние органы. Если подобная химера девушка родит ребенка, то ребенок будет биологически ей неродной. Подобный случай произошел с Лидией Ферчайлд, которую пришлось долго доказывать через суд, что дети на самом деле ее. Друзья, на этом месте могла быть реклама, но ее нет. В этом месте я бы хотел сказать буквально пару слов о судьбе канала. Мы с вами живем в удивительное время. Мы не смотрим телевизор, где за нас решают, что и когда мы будем наблюдать. Мы сами выбираем контент из всевозможных пабликов, форумов, соцсетей и, конечно, каналов ютуба. К сожалению, данный формат роликов не особо заходит в широкой публике и единственный способ держаться на плаву – это ваша поддержка. Напомню, что все ролики делаются в одно лицо в свободное от шабашек время. Прекрасная поддержка является только то, что вы смотрите ролики до конца, ваши лайки, ну и прочее. Но если вам вот прям очень заходит такой формат, то можно простимулировать меня финансово. И сделать это можно самыми разными способами. В описании каждого ролика, есть реквизиты. Но сегодня добавилась еще и возможность стать спонсором прямо на ютубе. С возможностью ставить волшебные смайлики в комментах и ощутить себя продюсером. Ведь подобным спонсорством вы делаете выбор в пользу того формата информации, который нравится лично вам. А мы вернемся к химерам. Вообще искусственно можно создавать химер не только из одного вида, а из разных. Например, из овцы, козы, из кошки и собаки. Такие создания называются межвидовые химеры и могут быть получены только искусственным путем. Но не стоит путать гибрид и химеру. У гибрида все тело и органы это нечто среднее между органами родителей. У химеры один орган одного родителя, а другой второго. И в этом месте можно уже самостоятельно догадаться, что органы высших животных формируются не в соответствии со строгим алгоритмом, а как пойдет. Дело в том, что на самом раннем этапе у формирования нашего тела клетка еще не определилась с тем, кем она хочет стать и поступает по обстоятельствам. Затем клетка выбрала и превратилась в клетку кожи, другая в нервную клетку в мозге, а третья в клетку кишечного тракта. Этот выбор называется дифференциация клетки. А до того, как она решила во что-либо превратиться, она называется стволовой. То есть она может превратиться вообще в любую клетку, в которую пожелает. Ну а может и не делать этого. Стволовая клетка может делиться и без дифференцирования, то есть оставаться в неопределенности. Ну а теперь к практике. Мы с вами забацали эмбрион мышки. Извлекли из него стволовые клетки, пока они еще там были, и положили в питательный раствор. Мышка тем временем превратилась во взрослую, а затем и в старую. Ну и заболела катарактой. Мы достали волшебные стволовые клетки из загажника и засунули мышки в глаз. Они сразу смекнули, что с глазом что-то не в порядке и начали его ремонтировать. Прелесть в том, что стволовая клетка принадлежит самой мышке. Она почти не отторгается ее телом и сама может решать, что и где испортилось и нуждается в ремонте. Звучит совершенно прекрасно, если бы не одна маленькая проблемка. Где достать стволовые клетки взрослого человека, если их не успели взять, когда он был эмбрионом? Ну а теперь собственно к интересностям. Сегодня существует несколько способов создавать стволовые клетки. Самое очевидное это отбирать их у эмбрионов, но отчего-то мировая общественность считает это неэтичным, и в большинстве стран существуют законы, которые запрещают выращивать либо использовать человеческие эмбрионы для медицинских или научных целей. Кстати, в России законопроект был выдвинут еще в 2013, но до сих пор находится на стадии рассмотрения. Так что если вы в подвале выращиваете в инкубаторах человеческие эмбрионы, закон вы не нарушаете, можете смело продолжать. Но даже не поднимая вопросы морали, нас этот способ не особо интересует, ведь эмбрионы, они хоть и человеческие, но они принадлежат конкретной особе. Лично меня, да и вас тоже больше всего интересуют собственные стволовые клетки, а не чьи-то другие. И способы получения таковых уже существуют. Второй способ невероятно интересный. Давайте на примере возьмем Толю. Все клетки Анатолия, за исключением семени яйцеклеток, если бы они у него были, называются соматические клетки. Вот как раз нам такая и нужна. Причем совершенно не важно откуда мы ее взяли, любая соматическая клетка содержит в ядре набор хромосом. После мы берем недозревшую яйцеклетку, которая называется аоцит. И даже не важно, чья это будет яйцеклетка, человека, обезьяна или поросенка, нам любая подойдет. Далее мы извлекаем ДНК из туленной клетки и помещаем его в аоцит. Готово. Ждем примерно 100 делений и все. Мы получаем штуку, которая называется бластоциста. И нам даже не важно, что это такое. Важно лишь то, что в ней содержатся новенькие стволовые клетки Анатолия. Казалось бы, все хорошо, но снова возникают вопросы морали. Дело в том, что стволовые клетки бывают нескольких видов. Отличаются они уровнем потенциала, то есть тем, во что они могут превратиться. И самый высокий потенциал имеют тотипатентные стволовые клетки. Они могут превратиться вообще во все угодно, в том числе и в человеческий эмбрион. И дело в том, что в результате процедуры, которую я писал выше, мы как раз таки и получили. То есть, если получившийся кусочек биомассы поместить в соответствующие условия, то родится новенький Толя. И пока люди не знают, как вести себя в этой ситуации. Все думают, этично это или нет. А одни говорят, что раз не было оплодотворения, то эмбрионам считать это нельзя. Другие настаивают на том, что нельзя, мол, юзать материал, который может стать живым человеком. Например, в Великобритании создавать личинки людей подобным образом можно, но только в научных целях. В России опять-таки ситуация не определена закона, но исследования пока не проводятся. В любом случае, именно так и создаются сегодня клоны. Например, овечку доли в 1996 году сделали именно так. Хотя она и не была первым клоном. Она была первым клоном млекопитающего. Лягушек клонировали еще в 70-х годах прошлого века. Так или иначе, технология клонирования сегодня в некоторых странах поставлена на поток. В Китае, например, уже научились производить клонов в промышленном масштабе. Удивительно, что вероятность подселить клонов в матку свинье уже даже больше, чем вероятность обладотворения естественным способом и составляет примерно 75%. Может возникнуть очевидный вопрос, на кой черт китайцам сдались клонированные свиньи? И тут все просто и понятно. Клонов проще изучать, потому что они имеют одинаковый исходный генетический материал. На них испытывают лекарства, отключают те или иные гены при помощи технологии нокаутирования генов. Если забыл, что это куто, обязательно посмотри выпуск про генетическую инженерию. Свинок лечат от Альцгеймера и катаракты с помощью стволовых клеток. Благо их хватает, ведь тут каждая свинка другой, и сестра, и мама, и вообще это одна и та же свинка. Сейчас просто вдумайтесь на секунду. Фабрика клонирования – это уже не фантастическое сооружение. Она уже существует. И не просто существует, а может создавать свинок с заранее определенными свойствами и ремонтировать их при помощи созданного на этой же фабрике первичного материала с помощью стволовых клеток. Более того, свинок используют для секвенирования их генома, то есть для расшифровки. Огромные помещения, заполненные рядами машин размером из холодильник, днем и ночью прямо сейчас производят невероятные вещи. Они оцифровывают формы жизни. Свинка, червячок, человек не имеет значения. Хотите оцифровать себя? Вообще без проблем. За последние 13 лет стоимость секвенирования генома снизилась с нескольких миллионов долларов до 100. 100 долларов, и ты перестанешь быть загадкой природы. Ты будешь оцифрован с возможностью воссоздания. Это не фантастика. Это существует уже сегодня. Запиши себе на флешку без регистрации и смс. И сейчас кто-то из зрителей обязательно вспомнит и скажет «Постойте-ка, клон-то получается неполноценными, а они словно рождаются старыми, что-то я такое слышал». И будут отчасти правы. Действительно, на ранних стадиях технологий клоны имели более короткие теломеры, нежели особи, появившиеся на свет естественным путем. Но эту проблему давно решили. И не просто решили. Уже сейчас имеются технологии, способные улучшить клон. Ваш клон, сделанный по ГОСТу, определенно будет иметь большую продолжительность жизни, нежели оригинал. И это уже могут делать. Но хватит про клонов. Мы же тут не из-за этим собрались. Все песят клоны, которые лучше, чем оригинал. Лучше поговорим о том, как сделать нас лучше и моложе. И желательно без вопросов морали и этики. И такой способ есть. Как я уже говорил, стволовые клетки отличаются друг от друга уровнем своего потенциала. На первом месте стоят тотипатентные стволовые клетки. Из них можно получить все на свете, в том числе из-за рода с человеком. Поэтому их использование вызывает ряд этических вопросов. Но не думайте, что научный мир останавливает именно это. Если бы с помощью эмбрионов можно было бы становиться бессмертным, уже давно разработали бы таблетки от смерти. Изготовление тотипатентных клеток довольно ресурсно затратно. Более того, полученные клетки могут вызывать рак в организме носителя. Ну и плюс ко всему делать их довольно долго. Поэтому ученый мир стремится придумать новый, более дешевый и продуктивный способ создания стволовых клеток. На втором месте по уровню потенциала находятся плюрипатентные стволовые клетки. Из них можно вырастить любую ткань, кроме эмбриона. Поэтому вопросы этики отваливаются сами собой. Это просто мясо, которое никогда не станет человеком. И вот в получении этих плюрипатентных стволовых клеток, не гнушаясь вопросом морали и этики, выливаются все новые и новые исследовательские группы. Даже Нобелевскую премию дали в 2012 за радикально новый способ получения таковых. И тут мы с вами должны узнать для себя новое понятие, которое наверняка каждый хотя бы разок слышал. Индуцированные стволовые клетки. Индуцированные означает, что они возникли не естественным путем, как у эмбриона, например, а были получены из обычных клеток путем какого-либо перепрограммирования. Дальше в выпуске мы будем говорить только о индуцированных плюрипатентных стволовых клетках и ПСК. Еще раз напомню, что это такие стволовые клетки, которые вы получили методом каких-либо манипуляций из взрослых клеток любой ткани. Более того, такие стволовые клетки могут превратиться во все что угодно, кроме эмбриона. А теперь откинув десятилетние опыты и трудности, сразу перейдем к тому, что человечество умеет уже сегодня. Алгоритм описан общими словами, но сути вот этого не меняется. У толи мы берем любые клетки, например, клетки его кожи или даже волос. Помещаем их в питательный раствор и туда же добавляем определенные ферменты. Ферменты воздействуют на клетки, заставляя их превращаться в ИПСК. Вот и все. Далее мы помещаем эти ИПСК обратно в толю. Организм анатолия уже сам решает, куда их лучше всего запихать. Толя молодеет на 20 лет. Доказано, что ИПСК удлиняют теломеры, то есть бьют по главной причине биологического старения, что позволяет преодолеть предел хайфлика. Могут лечить неизлечимые болезни, способствуют регенерацию тканей, например, печени или даже мышц. И много еще чего полезного. Но, конечно, стоит упомянуть, что у ИПСК все те же проблемы, что и у других стволовых клеток. Отторжение, иммуноответ, рак. Все это происходит даже если начальные клетки мы брали у особи, в которую затем запихнули перепрограммированные. Но не стоит отчаиваться. Прямо сейчас создается база данных, которая постоянно пополняется и аккумулирует проблемы при внедрении ИПСК в ту или иную часть тела. А затем предлагает способы ее предотвращения или же экстренного решения. На крайний случай клетки снабжают системой самоликвидации или каскадного апоптоза для самоубийства клеток, если они начнут заниматься не тем, чем им положено, а, например, вздумают превратиться в раковую опухоль. Также стоит отдельно отметить о выращивании человеческих органов в другом организме. Этот процесс имеет невероятно крутое название ксеотрансплантация. Но про него много говорить мы не будем, ибо это тема для отдельного ролика. Если подвести итоги, то индуцированные стволовые клетки на сегодняшний день технология, которая наиболее близко позволяет человеку подобраться к заветной цели всех алхимиков – эликсиру вечной жизни. Пускай она еще сырая, пускай много проблем, но перспективы, которые она дает, поистине потрясают до мурашек по коже. Всем добра и только полезных стволовых клеток.